Здравствуй, русская молотка, раскрасавица душа, белоснежная лебедка, здравствуй, матушка весна. Последние штрихи и работа завершена. Ученики 144-й школы сделали куклу символ зимы. В конкурсе «Самарская маслена» они принимают участие впервые, но взялись за дело с энтузиазмом и всего за один вечер под присмотром педагогов создали вот такую маслену. Красивый образ, сарафан и, конечно, неотъемлемая часть масленицы, блины. На пластовые плиты были такие тонкие, мы их скрепили, покрасили, получились довольно-таки даже реалистичные блины. Участие в оформлении маслены стало даже очень приятно. Естественно, блины, потому что в основном все делают куклу и просто она в красивом платьишке с бусами, с платочком. А тут забывают про главное, это то, что главный символ праздника – это блины. Мы под песенку, собирали куклу. Это было очень весело. Да, было сложно, но нам сложности они ни по чем, мы всегда с ними справляемся. Во время подготовки к таким конкурсам дети знакомятся с народной культурой и традициями. У них появляется возможность освоить новые приемы и технику народно-прикладного творчества. А также запастись приятными воспоминаниями о школьном времени на всю жизнь, уверены педагоги. Дети, во-первых, помимо школы могут заниматься еще чем-то. Они с нами больше общаются, узнают нас по-другому, возможно. Мы узнаем детей с другой стороны, не только со школьной. И творчески мы видим, как они развиваются и помогают нам очень сильно. И у них есть свои воспоминания после школы, не только учеба, а то, что они участвовали во всяких мероприятиях. И есть что рассказать потом. Сделать свое маслено и принять участие в конкурсе может любой желающий. И для этого необходимо заполнить анкету и отправить несколько фотографий работы на электронную почту организаторов. Высота куклы должна быть не менее полуметра. При изготовлении допускается применение любых материалов. Заявки принимаются до 1 марта. По итогам конкурса жюри, в которое входят художники, ведущие специалисты в сфере прикладного творчества и декорирования, педагоги дополнительного образования и представители администрации Самары, определят победителей и призеров в каждой номинации. Лучшие арт-объекты планируются разместить на итоговой выставке 5 и 6 марта на площади Куйбышева. Мария Левина, Василий Кладашов. События.